Поговорим о гранате. Мне нравятся гранаты, нет ничего лучше спелого, свежего, ароматного органи-граната из Италии. Когда я был там школьником, мы даже залезли в чей-то огород и слямзили пару гранатов и хурму там, но это совсем другая история. Наршарап, тоже вкуснючий соус, недавно кстати ел. Вроде как даже все это должно быть жутко полезно, но так ли это? Сегодня разберемся. В науке гранат уже давно изобличили, по крайней мере в исследованиях на больных раком простаты. Оказалось, что ежедневный прием, кстати недешевого гранатового сока, имел результаты хуже, чем плацебо. Были положительные исследования, к примеру с больными атеросклерозом, к слову болезнью, которая у человека может в абсолютной большинстве случаев развиться из-за проблем с холестерином. Так вот, там после распития ситуация слегка улучшилась, однако до сих пор непонятно из-за чего конкретно, какие механизмы работали при этом. Я не хочу обижать тех, кто может быть сам выращивает гранаты, они вкусные, однако научный фон за пользу этих рубиново-красных кристаллов очень слабый. Разве что плацебо эффект работает как всегда эффективно и было бы здорово, если бы например кока-кола изобрела новый вариант с гранатовым вкусом. Однако стоит добавить, что все исследования и сайты, которые я перечислю конечно же в описании к ролику, были направлены на выявление пользы лишь одного компонента. То есть люди до сих пор питались традиционно, а из-за изменений в сторону улучшения своего состояния им предлагали разве что добавить стаканчик дорогущего сока. Также у меня к сожалению не нашлось исследований по самому плоду, к примеру есть по одному гранату в день, таких я не нашел, но не думаю, что результаты там были бы значительно лучше, если вообще. В любом случае на моем канале я не продаю воздуха и ложных ожиданий, поэтому да, до сих пор не существует и никогда не будет существовать конкретного волшебного средства, которое будет компенсировать колоссальный вред здоровью такими факторами цивилизации, как традиционное питание, сидячий образ жизни, малая подвижность, алкоголь, курение и другие факторы. Если вы питаетесь традиционно, но тратите к примеру 3000 рублей больше в месяц на суперфуды типа черноплодки или аронии, гранатового сока, ягоды асайи, спирулина в вашем шкафчике, ее там столько, что можно подумать, что вы принимаете в ванную, в ней, но нет, к сожалению, но нет, это все не компенсирует вреда употребления животных продуктов. Итак, короткий вывод по этому поводу, гранаты, конечно же, вкусные, еще раз повторюсь, наверное, могут стать частью вашего растительного питания, но в них нет уникального волшебного свойства, поэтому если гранаты слишком дорогие для вас, то не стоит отчаиваться, покупай другие фрукты, ягоды, плоды, все, что вам угодно и доступно. И не забывайте комментировать, ставить лайк и шерить. До-до!